Чистушечники, гармонисты, балалайщники и чтецы. Волгоградские ветераны отправились покорять зрителей в Татарстан. В составе делегации представители 11 муниципальных образований области. Благотворительные концерты будут посвящены 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и вкладу татарского народа в победу. Подробности в следующем репортаже. Заключительная репетиция на родной земле. Уже завтра артисты выйдут на сцену в Казани. Среди них и участники народного вокального ансамбля из Кумылги «Огонек». Репертуар у коллектива разнообразный. Казачьи и народные песни, шлягеры советских лет, а также песни зарубежных композиторов. Артисты не только поют, теперь еще и танцуют. Звание народного ансамбль подтвердил уже в третий раз. Основную часть коллектива составляют пенсионеры. Есть и семейные пары. Я в культуре уже очень давно работаю. 40 лет у меня в стаже. Работаю вместе с супругом. Я руковожу, он аккомпаниатор. У нас создался очень хороший тендем. Областной совет ветеранов победил в конкурсе президентских грантов, среди которых и фестивальное движение объединяет культуры. И вот теперь 45 человек, чье творчество хорошо знакомо жителям нашего региона, отправляются в тур с благотворительными концертами. Мы решили, что победители различных конкурсов и номинаций в творческом плане, которые проходят в рамках нашего фестиваля, заслуживают такого права поехать в Татарстан и представить там творчество наших волгоградских ветеранов. В составе делегации и исполнитель на ложках, участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Митков. Вот уже 8 лет он не выпускает из рук этот инструмент. Сначала играл на алюминиевых, теперь на деревянных. Откуда взялся талант 93-летний ветеран не знает. Музыкальную школу не заканчивал. Говорит, мелодия идет от души. Любитель танцевать, служил и на Кавказе, все эти кавказские танцы. Может быть, действительно, второе-третье колено. Сестра в районе живет, говорит, дедушка играл, да. Это по линии папы. Александр Митков, как и другие члены делегации, на больших площадках еще не выступал. В дорогу отправляется, волнуясь. Но, говорит, тревога уйдет, как только...